Здравствуйте, дорогие друзья! Самое популярное видео на нашем канале – это видео о государственности азербайджанских тюрков. В нем мы рассказывали о всех государствах, которые были созданы нашими предками. Под этим видео мы получили огромное количество комментариев. Конечно, подавляющее большинство этих комментариев довольно приятные. Читаешь и понимаешь, что стараемся мы не зря. Однако было также и большое количество глупых, ни на чем не основанных комментариев. Люди приводили различные теории, которые не выдерживают в научном мире никакой критики. И мы решили сделать видео о том, почему мы являемся тюрками. Когда-то в составе молодежной платформы Оузелим мы проводили семинар «Кто ты, если не тюрк?». В принципе, если вы его не смотрели, то его смотреть не обязательно. Основная мысль того семинара будет в этом ролике. Есть аргументы, которые кажутся правдивыми на первый взгляд, но в действительности являются ошибочными. И самый показательный аргумент – это отсылка к нашему самоназванию. Когда мы называем свой народ тюрками, тут и там появляются люди, которые говорят «Ха, азербайджанские тюрки!». Тогда давайте говорить «казахские тюрки, а не казахи». Вроде бы, все с этим аргументом хорошо, но это лишь на первый взгляд. Контраргумент заключается в том, что этноним «тюрк» никогда не был самоназванием казахов. Казахи всегда называли себя «казах», если точнее «казак». И лишь затем «тюрк», то есть указание на этнолингвистическую общность. Для сравнения, из всех славянских народов этнонимами, производными от термина «славянин», зовут себя только два народа – словаки и словенцы. Вы же не ухмыляетесь, говоря «Ха, а давайте тогда говорить славяне России или украинские славяне». В случае с тюрками аналогами этих словак и словенцев выступают тюрки Азербайджана и Анатолии. Хотя есть также племенное объединение в составе узбеков, имеющее такое же самоназвание, и которое состоит из представителей племен Барлас, Кальтотай, Муса Базари и Карлук. Но они довольно немногочисленны. Мустафа Кемаль Ататюрк – великий реформатор и настоящий отец турецкого народа. Проводя свои реформы, думал над названием страны и именем своего народа. Была версия назвать страну Анатолий, народ Анатолийцами. Но рассматривая разные варианты, Ататюрк остановил свой выбор на простом и понятном слове. Государство он назвал «Тюрчье», «Народ Тюрч». Я специально написал эти слова на турецком. Объясню почему. Дословно на русский эти слова нужно переводить как «Тюркия» и «Тюркия». Турция и «Турки» введено, как думается, с той целью, чтобы не было путаницы. Это как казаки и казахи. Самоназвание казахов – «Казак». Но в русскоязычной литературе пишут «Казах», дабы не было путаницы с казаками. Казахи, татары, кыргызы, узбеки, уйгуры – все они были сперва казахами, татарами, кыргызами, узбеками, уйгурами и лишь затем тюрками. Мы же, как бы странно это ни звучало, были тюрками и тюрками. Так как в первом случае это наш собственный этноним. Во втором – указание на этнолингвистическую общность. Тюрки и казахи. Взаимодействие тюрков и кумыков. Сотрудничество между тюрками и башкирами. Все эти предложения звучат странно лишь для тех, кто не в теме. Николай Александрович Баскаков. Русские фамилии тюркского происхождения. К тюркским по происхождению фамилиям турчанинов относятся лишь потому, что в основе ее лежит этноним «туркчанин» – «турок», «тюрч», то есть название, общее для всех тюркских народов, и самоназвание турок, азербайджанцев и некоторых других тюркских народов. Итак, что означает термин «азербайджанец»? Термин «азербайджанец» в действительности означает гражданина Азербайджана. Также его можно истолковать как политическая нация. Топоним «Азербайджан» появился отнюдь не в 1918 году. Существовал еще до появления тюркских государств в регионе и произошло от топонима «Отурпатакан». Примечательно, что Азербайджан не всегда обозначал одну и ту же территорию, однако чаще всего включал в себя территорию нынешней Азербайджанской республики, республики Армения и север Ирана. Однако же это тема для отдельного видео, поэтому вернемся к этнониму. Как мы знаем, территорию современного государства Азербайджан населяют многие народы. Это и талыши, и лесгины, аварцы, нигилойцы, евреи, таты, удины и малые народы представителей наско-дагестанской группы – джекцы, крызы, кналыкцы. Надеюсь, всех упомянул. А, да. И пресловутые тюрки, на которых почему-то легло название азербайджанцы по имени того государства, в котором они проживают. Это я к тому, что талыши, аварцы, лесгины, являясь по отношению к гражданству азербайджанцами, остаются самими собой в этническом принадлежности. Но однако почему-то сия формула не работает в отношении тюрков-азербайджанов. Как же это так получилось? Мы обязательно развернуто ответим на этот вопрос немного позже. А сейчас было бы неплохо все-таки уйти глубже и ознакомиться с происхождением самого слова «тюрк». Не может быть никаких сомнений, что зарождение термина «тюрк» связано с древними тюрками, для обозначения которых Лев Кумилев ввел термин «тюркюты». Их также называют кюк-тюрками. Касательно связей огузов с ними, есть разные точки зрения. Если вдруг кто-то не знает, то огузы – это общие предки азербайджанских тюрков, туркмен, турков, гагаузов и салуров в Китае. В общем, одни историки говорят, что огузы представляют собой смесь тюркютов с другими народами, в том числе с иранскими и финноугорскими племенами. Другие же утверждают, что огузы изначально не звались тюрками и были отдельной этнической группой. Но как бы это там ни было, то, что огузы впоследствии стали называться тюрками – это несомненно. По имеющимся у нас данным, мы можем с уверенностью утверждать, что тюрк – это политический термин. Почему? Потому что во времена существования тюркютов были и другие, говоря сегодняшней классификации, тюркоязычные народы. Это древние уйгуры, несейские кыргызы, тюркская канглы, которые и поныне встречаются в составе башкир, казахов и других народов. Интересно, что изначально говоря об огузах, как о другом отдельном народе, позже огузы упоминаются как тюрки. О чем это может говорить? О том, что с включением новых народов в состав тюркского каганата, они также перенимали политическое имя тюрков. Интересно, что если даже огузы изначально не звались тюрками, впоследствии именно они и стали главными носителями этого имени. Российский историк Запорожец пишет, к 1-3-13 века применительно к населению государства сельджуков в Малой Азии стали употреблять один термин – тюрки. Важно также сказать, что в разные периоды истории наши предки также себя называли туркман, туркмен. Хотелось бы сказать про это самоназвание. Процитируем Абурии Ханбируни, собрание сведений для показания драгоценностей. Когда какой-нибудь гуз принимал ислам, гузы говорили, он стал туркменом, а мусульмане говорили, что в их число вошел туркмен, то есть похожий на тюрка. Любой огуз, принявший ислам, становился туркманом, туркменом. Тут речь не идет о нынешних туркменах Средней Азии, которые, безусловно, так же, как и мы, являются огузами, и мы имеем общие с ними корни. Не нарушая хронологии, я буду использовать также слова, отрывки известных тюркских поэтов, писателей, политических деятелей тех времен. И начну, не побоюсь этого слова, с гения тюркской поэзии Гамада Физули, который писал на азербайджанском тюркском языке и по происхождению был тюрком из племени Баят, который, между прочим, жил не на территории Азербайджана, а на территории Ирака. То есть географически его никак нельзя назвать азербайджанцем. И он пишет о причине того, как он вообще начал писать на азербайджанском тюркском. Ведь тогда была мода на фарси. В то время, как персидский язык очень поэтичен, изящная поэзия трудно дается на тюркском языке. Если удастся, я преодолею эту трудность, и с наступлением весны шип рассветет в розу. В другом отрывке мы читаем. Перс, тюрк, араб поэтов приучали. Поэтам не давали жить печали. И, наконец, последний отрывок от Физули, который я использую в этом ролике. Кто бы пришел гостем к моему столу, я не устужусь. И нет разницы, будет это тюрк, араб или перс. Скажем про Казалбаши. Казалбаши – это особое воинское сословие, которое правило Казалбашским государством, то есть Февицкой империей. Основой Казалбаши являлись семь тюркских племен. Так вот, любопытен факт, что в некоторых регионах Азербайджана и по сей день тюрки-суниты называют тюрков-шиитов Казалбашами. Также приведем любопытный источник из книги шахской славы Хафиза Бухари про великого могола Бабура. Не прошло еще и восьми месяцев. Сначала его, Бабура, правление. Как все великие знатные люди Самарканды и Бухары почувствовали к нему отвращение. По той причине, что он, выражая покорность к Исмаилу Шаху, облачился в наряд презренных тюрков. Тут имеется в виду Шах Исмаил Хатай, основатель Казалбашского государства. То есть Бабур надел наряд Казалбаши, который Бухари прямо называет тюркским. Безусловно, Бабурой сам был тюрком, но здесь автор сам того не понимая показывает, что тюрк было самоназванием Казалбашей. Также стоит отметить, что в Российской империях тюрков называли татарами. Нас же называли азербайджанскими или закавказскими татарами. Но несмотря на это, иногда также применялся термин азербайджанский тюрк. Российский ученый-ориентарист Николай Владимирович Ханак писал в своей книге «Экспедиция в Харасан». В селении Бедеж неподалеку от Мешхеда были и арабы из пустынь, и представители всех провинций Персидской империи, и тюрки из Дербенда, Шервана и Азербайджана. Заметьте, не татары, а тюрки. Ведь даже европейские исследователи использовали термин «тюрк» по отношению к нам. Перси Сайкс писал про Дерагез. «Примерно в шести милях от Мухаммеда-бада, столицы округа, я был встречен Масуд-ханом Чапишлу, губернатором Дерагеза. Чапишлу, или владелец Коз, есть ветвь тюркского племени Устаджлу, одного из семи племен, которые возвели Шаха Исмаила, основателя сифивитской династии, на трон Персии. Вождь, который приветствовал меня, был губернатором Турбати Хейдари. Я знал его и его отца в течение многих лет. По прибытию в Мухаммеда-бад, я был удивлен увидеть изменения, которые происходят. Основаны новые улицы и магазины, и прицветающие базары переполнены русскими, армянами, туркменами, тюрками и персами». Заметьте, тюрки и туркмены используются отдельно, поскольку под первым термином подразумеваются тут азербайджанские тюрки. Используем отрывки у Сеида Азима Шервани, известный сатирик, жил на территории Шервана в Азербайджане. Обращаясь к своему народу, он говорит, «Одно из важных дел для нас – знать язык своей отчизны. В суть вещей мы должны вникнуть на тюркском языке». Ферудимбек Гучарли – писатель, критик, в начале 20 века выпустивший книгу «Литература азербайджанских тюрков», кстати, которую в 1963 году переименовывают в «Азербайджанскую литературу». О причинах мы поговорим позже. А пока используем отрывок из его текстов. У азербайджанских тюрков нет Сази, Хафиза и Шекспира, но у него есть свои незаменимые поэты, как Вагиф, Видади, Набати и Шервани. И тут мы подходим ближе к нашим дням. Это Азербайджанская демократическая республика, которая существовала с 1918 по 1920 годы. К Мамедамину Расузада он говорил про издательство Аджихсёс. Газета Аджихсёс впервые настоятельно заявила, что до селе, называвшиеся кавказскими мусульманами или татарами, на самом деле есть тюрки. И еще очень важно отметить, что во времена Расузада и даже немного ранее была проблема с самоидентификацией, и мы себя называли мусульманами, а язык мусульманский. Расузада говорит про это тоже. Кто ты? Мусульманин. Какая религия? Мусульманская. На каком языке разговариваешь? На мусульманском. Имя Мамедамину Расузада продолжает дальше, хотя сам он тюрк, религия – ислам, а разговаривает на тюркском языке. Переходим к временам СССР. Самет Вургун, известный азербайджанский поэт, даже будучи убежденным сторонником советской власти, говорил, обращаясь к комиссару. Отчего не говорить на родном языке свои пламенные речи, товарищу комиссару? Отчего не говорить ему на тюркском, с любимой, в этом презренном обычае? Разве есть величие? В связи с обсуждением проекта Конституции СССР и ее принятием в 1936 году была упорядочена этнонимическая терминология, касающаяся названия народов и народностей Советского Союза. То есть именно тогда в качестве официальных наименований был принят этноним «Азербайджанец», а язык наш стал не тюркским, а азербайджанским. Разумеется, такой шаг наверняка носил и политический характер. Но это тоже не тема нашего видео. Советую обратить внимание на эти сканы. Это скан с книжки 1935 года «Азербайджанские тюркские сказки». Или обратите внимание на этот скан из журнала «Три девушки в тюркских национальных костюмах» и с национальными инструментами. Обратим внимание на надпись. Тюрчанки из музыкального коллектива имени Али Байрамова. Стрелковые занятия тюрчанок. Или вот это. Тюрчанка ведет самолет, следит за перегонкой нефти на заводе, управляет трактором, кет тонкую шелковую нить, работает инженером на большом предприятии, ведет научную работу в институтах и лабораториях. Или вот. Красный календарь за Кавказе. На армянском, грузинском, русском и тюркском языках. Таких примеров огромное множество. То есть вместо тюрков мы стали себя называть азербайджанцами именно из-за Сталина в 1936 году. Кроме того, важно упомянуть, что советская власть этим не ограничилась. Также были предприняты попытки фальсифицировать нашу историю, связать нас не с тюркскими народами, а с автохтонными местными народами не тюркского происхождения. К сожалению, до сих пор находятся сторонники этих теорий. Эти исторические теории также преследовали политические цели. Даже если мы посмотрим на 90-е годы, когда Азербайджан вернул себе независимость, на поэтов и политических деятелей того времени, мы опять же увидим тюркскую идентичность. Халил Рзаул Тюрч писал про свой язык. В бою звенящий ты мой меч, ты самый приятный из всех звуков, азербайджанский и тюркский. Сейчас очень важно вам напомнить, что подавляющее большинство азербайджанских тюрков исторически проживают на территории государства Иран. Нынешний иранский Азербайджан на протяжении более чем тысячелетней истории господства тюрков в Иране являлся сердцем наших государств. Мы все прекрасно знаем, что с ними являемся одним неразделимым народом. Территориально были разделены лишь в результате Туркманчайского мирного договора. Давайте узнаем, как называть себя и свой язык на другом берегу реки Арас. Для этого хочу вам продемонстрировать коротенькие ролики. Туркки зап―nghi incorporating переводы буквы о٩ số 10alf silence. Ныне, Ингилища начинайсла? Я и так что-то больше На коротеньких лечкеoman� поможdam? Алиманин. Есть сек, фgart, мамы азербайджан, на сильном послужит? Турк viveмиссари взглядом не так veux. Приpoзиньesten песок свитеки, азербайджан и Couldnь. Не, я азербайджан, найм officially серия. Азар и же он, то, что он прогул. Азара. Азар и дэли. Азар и дэли не думаю ни могу, я не знаю. Турхи ещё не боятся. Турхи? Турхи да. Мы были третьи,ulfи, вот. Да, мы не боремся. Я говорю, партия не нельзя. Да, я не доилась. Азар и не это? Азара и не это? Азар и не это? Азар и дэли не. Несмотря на государственную пропаганду, ведущуюся в Иране, несомненно ставящую цель отвезти нас от нашей истории, корней и смешать с иранским населением, многие люди не приемлются в названии Азери. Многие, особенно старшие поколения, даже не слышали про такой народ Азери и язык Азери. Безусловно, пословица можно назвать мудростью народа. И на территориях республики Азербайджан и Иранского Азербайджана мы находим следующие пословицы. Куда устремляется тюрк, туда и благодать. Дай тюрку всего лишь приветствие, и он накроет перед тобой явство. Тюркский язык подобен цветнику. Тюрки не из тех, кто любит рабство. Также стоит отметить, что народное лечение в азербайджанском тюркском языке звучит как тюрчатшаре, то есть избавление тюрка. Перед тем, как мы закончим, хочу вам напомнить. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это для нас очень важно. И в завершении этого ролика скажу, даже если наш народ забудет, кто он есть, другие народы ему это напомнят. Ведь армяне нас называют турк, талыши – тырк, персы – торк, жители Северного Кавказа – кожар. Спасибо за просмотр. Кюрчарич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok